В Туве стартовал второй региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Накануне в Центре традиционной тувинской культуры и ремесел прошло торжественное открытие чемпионата. Здесь участвуют люди, имеющие огромное желание работать. Поэтому хочется поблагодарить участников за то, что вы приняли наше приглашение. Позвольте выразить признательность коллегам, экспертам, работодателям, проявившим неравнодушное отношение к общему делу по реабилитации инвалидов. Мы благодарны вам за то, что вы присоединились к работе по созданию благоприятных условий для профессиональной самореализации жителей республики, нуждающихся в особой поддержке государства. Свои навыки участники регионального этапа чемпионата будут демонстрировать по шести направлениям. Портной, поварское дело, ремонт обуви, сухое строительство и штукатурные работы, веб-дизайн и медицинский, а также социальный уход. В этом году количество участников составило более 30 человек, что вдвое больше по сравнению с прошлым чемпионатом. Напомним, что «Обилимпикс» – национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью, который проводится по олимпийской системе и включает в себя конкурсы по 45 профессиям, востребованным на рынке труда. Победители регионального чемпионата будут представлять ТУВУ на третьем национальном чемпионате профессионального мастерства «Обилимпикс-2017» в Москве. В ТУВЕ подведены итоги конкурса на лучшие показатели по заготовке кормов. Участников конкурса оценивали в первую очередь на качество и общий объем заготовленных кормов. Далее уже количество вывезенных кормов на местах хранения не менее 90%. В результате на первое место вышел Судхольский район. По результатам химического анализа выявлено, что качество кормов соответствует второму классу. Кроме того, судхольцы заготовили 25 950 тонн кормов. Таким образом, Судхоль признается лучшим районом ТУВУ в кормозаготовительной компании и получает главный приз конкурса – трактор. На втором месте оказался Тандинский район, где заготовлено кормов на 5000 тонн меньше, чем у победителей. Корма тандинцев также соответствует второму классу. Третье место завоевал Кахемский район. Физический вес заготовленных кормов у них даже чуть превышает тандинский урожай и составил более 20 000 тонн. Но химический анализ показал, что качество кормов третьего класса. За свои достижения Тандинские и Кахемские районы получают 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Продолжение следует...